Привет, красотки! Это не очень запланированный влог из Турции, скажу я вам, потому что... Вау! Дяденька запустил вертолёт-дрон. Что происходит вообще? Просто технологии 21 века. Ой! Обалдеть! У нас такого нет! Нет, у нас такого нет. В общем, у нас была запланирована поездка-тур в Турцию 23 сентября. Понимаете, да? Удачливые мы ребята. И по понятным причинам мы задержались на неопределённое время. Да, Зайка? Кого ищешь? Тут была улитка. Взяли мы Еве коляску, хотя она у нас в Екатеринбурге. Конечно, давным уже давно без коляски, но мы здесь ходим так много, и всё очень в новинку. Она устает. Я понимаю, что это необходимая вообще вещь. Походу, я не знаю, лет до 4, может быть, ещё. Потому что очень удобно, если днём она устала, может просто посидеть, полежать или даже уснуть в коляске. Мы взяли здесь её в аренду. Она очень дешёвая здесь в аренду. Я не планировала снимать влог из самого нашего путешествия, когда мы были в отеле. Потому что просто хотелось отдохнуть, не снимать ничего каждый день, не думать о контенте. Но мы таки успели отдохнуть. Я успела перезагрузиться и подумала, что отсюда будет интересно снять влог. Потому что мы здесь живём уже просто как местные жители, по сути. То есть мы снимаем квартиру, мы живём не в отеле. Мы поселились в Анталии. Здесь есть два района, которые для русских самые такие оптимальные. Нормальные? Да они не грязные, Евочка, садись. Район Каньелты и район Лара. Благодаря, кстати, вам мы выбрали Лару. И живём сейчас здесь. Работаем дистанционно, думаем вообще, что дальше. Ой, где Ела? Нашли даже Еле здесь садик. На пару раз сходила. Но я понимаю, что это не тот формат, когда я прям со спокойной душой могу её тут оставить. Потому что всё-таки система тут бессистемная. Особенно, когда ты походишь в садик Монфессори, тебе всё там нравится. Там всё очень мягко, плавно, с адаптацией. То здесь как бы вообще за ребёнком не смотрят особо. Он как бы в свободном плавании. В общем, буду показывать вам нашу здесь жизнь. Делиться тем, что мы сами узнаём. Думаем ещё о ВНЖ. Ну что, пойдём объедать? Обедать пойдём? Пойдём? Что хочешь обедать? Гречневую кашу. Гречневую кашу? А ты моя гречка-любительница. У нас под боком, оказывается, вот такая красота была всё это время. Очень, очень впечатляюще. Ой, даже так, очень красиво. Посмотри, какая лакома. Может, не с ней здесь снять йогу? А, здесь всё как-то в граффити каких-то. Такая себе, да, локация? А вот сюда? Можно развиваться будет? Смотри, а вот сюда. Вот такая локация есть. Ну, как бы забор или вот так. «Любительница» Левая пробует кокос. Понравилось? Очень классная площадка. Рядышком с нами. Вот здесь постоянно самолеты пролетают. Подожди, я не села еще. Так. Готово? Два, три. Поедем сейчас с этой высоченной горкой, однако. Ааа! Ааа! Еда важнее творчество. Мам-мам-мам-мам! Мам-мам-мам! Жизнь не здесь. Нашли гречку. Оказывается, она тут в легком доступе продается. Мне, кстати, написали, что с татарского переводится как черное зерно. Или черное пшено, или черное зерно. В общем, гречка вкусная, такая же, как у нас. Это очень радует, потому что без гречки мы как безумно. Всей семьей при том знали бы, как Ева любит гречку. Она не прям вспоминала чаще нас. Я хочу до завтра гречку. Просто гречку! Котик, доброе утро! К сожалению, я не иду тебя кормить. А просто хочу показать. Нет! Вот! Я хотела показать, как он мило спал. Я понимаю, вы привыкли. Ой! А ты вообще дерешься постоянно. А это, походу, папа и мама. Только мамка какая-то очень злая. Он гоняет постоянно своих детей. Ну как, скажи, меня можно гонять? Посмотрите, какой у меня работник. С баулом за спиной. Поехали! Каким образом здесь вызывается такси? Очень часто встречаются такие столбы. С кнопкой ты вызываешь. Работает 24 на 7. Не нужно искать какую-то парковку или приложение иметь. Прямо сюда по перед такси. У меня было ощущение, что мы были в Land of Legends год назад. Но оказывается, нет. Мы где-то были в другом месте, в каком-то другом парке. Тут целый прям город с кучей магазинов, старбаксом, парком. Мы взяли такую машинку. Очень прикольно. Сколько она стоит? 50 лит? 30. За день, да? Сюда садится еще один малыш. Сстегивается. Пока что мы все бродим, бродим и разбираемся. Пытаемся понять, где что-то детское есть. Детское, маленькое. Тут все вот такие вот вокруг. Это типа нужно попасть в зелененькое? Нет. Мы все попрячемся. Нас отдыхают на всех сторон. Незаконные люди. Хотели сделать мое платье насквозь моклим. Просто. Просто спряталась. Держится за платьишко свое. Мы зашли в нашу тему. Наш возраст. Лошадки. Щечка лупит. Сейчас будем в этом паровозе есть. Ну или рядом с ним. Потому что внутри вкусновато. Это такая система, о которой нам сразу не сказали, что нужно пополнять этот рассвет. И только так можно что-то купить. Погода чудеснейшая. Октябрь для Турции прям, мне кажется, лучше не придумаешь. Для не особо любителей дикой жары, когда ты прям выходишь на улицу и все, ты уже в баню попадаешь автоматически. Вот мне поэтому очень некомфортно в начале сентября, в августе тем более. Хотя здесь это сезон считается. Но для меня сезон, это когда комфортно, это когда кайфово на улице. И вечером ты можешь, да, надеть легонькую рубашку, но при этом днем ты не умираешь от жары и можешь спокойно ходить. В тенечке там прятаться и тебе комфортно нормально. При этом температура воды в море тоже хорошая. Нет сильного ветра. И вообще в плане климата Турция очень к нам близка. Здесь нет дикой влажности в воздухе. Как, например, на Шри-Ланке у нас было, что я просто постоянно просыпалась и уже в поту как будто бы. Хотя это был не пот, это была вот такая влажность. Ух ты! Вау! Хэллоуин! Мы едем на лодке. Ночь? Ты где вообще? Слова ела. Ха-ха-ха-ха! Ох! Е-е-е-е! Ох! Ох! Я готовлюсь к завтрашней съемке. Пообразам понятно, что я буду, наверное, снимать. Вставать мне в 5.30 утром. В 6.50 мы уже встречаемся. Вы посмотрите, кто мне помог сложить. Это что за аккуратная стопочка? Я так дожила. И серьезно, неожиданно так я складывала свои стопочки, складывала, прихожу, и еще одна стопочка готова. Это в садике тебя учили так складывать аккуратно? Да. Потому что я не учила. Еще один. Еще один? Давай. Мне нравится, как ты проглаживаешь эти вещи потом еще. Так старательно. И мой старткий спасибо. Я вызвала такси благодаря этой кнопке. Там уже виднеется начало рассвета. Сейчас покажу. Мы приехали в парк аттракционов. какой-то огромный, внутри которого есть сафари со львами, где львы живут в своих условиях природных. И ты в клетке в огромной подъезжаешь к ним, кормишь их мясом, и они нападают на клетку. Мы с Евой туда решили не идти, слишком она еще малыш. Но зато пошли на батуты. И здесь вообще нет людей. Это такое странное чувство. На большой местности мы привыкли, что есть люди обычно. А тут просто мы одни. Реально, во всем парке он огромный. На любом аттракционе никого нет. Я не понимаю, почему они все работают. Потому что сегодня выходной как бы день. Сразу как-то неловко как будто, знаете. Сразу ощущение, будто на тебя все сейчас нападут. Я имею в виду все те, кто продает аттракционы. Нам, кстати, цены поставили просто от балды. Тут нигде не написана цена. Просто он сказал такой 90 лир. Сам придумал в моменте. Мой любимый аттракцион детства. Я могла прыгать бесконечно. По сути, это парк хороший. Как у нас парк Маяковского в Екатеринбурге. Господи, мы попали в парк монстров. Они очень похожи на микробы, бактерии, которые мы распечатывали для Евы. Когда мотивировали ее зубы чистить. Вот они реально все вот такие страшненькие были. Ева говорит, это парк микробов зуба. У меня есть ощущение, что я что-то здесь не понимаю. Как будто это иллюстрация какого-то мультика, которого мы, может, не знаем. Это тоже вообще наркоманский парк. Ева периодически закрывает глазки. Такая, я не хочу их видеть, они страшные. На выход идем? Да. Мы только что столкнулись в такси с интересной темой под названием ожидание. О которой нам не говорили, конечно же. В общем, мы приехали в парк, получается, на такси. И такси сказал, давайте, я вас здесь дождусь без проблем. И ничего не упомянул о том, что он таксометр свой не выключил. И что он нам насчитал за все наши часы гуляния там. В общем, просто это нужно заранее знать, что либо вы договариваетесь, что мы тебя вообще сами найдем, там не надо нас ждать. Если ты нас будешь ждать и за это мы будем платить, то мы найдем другое такси. Скорее всего, они согласятся тогда бесплатно ждать. Потому что на самом деле он там сидел, там чай попил, покурил, с кем-то поговорил. И в итоге там 300 лир лишних почему-то набралось. Смотрите на эту счастливую собачку. Только что так радостно купалась. Доброе утро. Я приехала на пляж для записи урока, йога-урока для моего курса, который уже в теории полностью готов. Готова вся структура. Но осталось самое важное, по сути, это видео. Вообще ирония жизни, ирония судьбы, что, казалось бы, мы здесь все-таки вынуждены остались надолго. Но при этом это время можно использовать как минимум для записи урока с потрясающим видом. Потому что, ну вот как бы как. Я планировала снимать на студии вообще. Потому что я думала, что это все будет происходить в Екатеринбурге. Думала бы взять какую-нибудь минималистичную студию, красивенькую. Ааа, морюшка. Но природа лучше любой студии. Вот, можно залезть прямо сюда и снимать отсюда. Мне кажется, будет классный вид прямо на море. Просто на песке снимать невозможно. Потому что коврик приминается. Очень мягко. Нужна твердая поверхность. Все, локация найдена. Идеально. Потому что вот эта зона закрыта до 9 утра. И, понятное дело, в 9 здесь будет куча народу. Очень красивое солнышко, рассветное. И собака. Тут уже много кто прошелся по моему коврику. Можно вопрос, почему даже душ здесь так эстетично выглядит? Как красиво. Я мой ноги от песка. Инжир, кстати, меня многие спрашивают, как вы вообще есть. Я раньше тоже не понимала. То ли вот эту шкурку надо убирать, то ли не надо убирать. Короче, когда они спелые, я ем пряк за шкурку. А тут они спелые. Так кто тут меня обнимает? Это что за пирожок? Что за пупчик? Пупчик будешь, Инжир? Ты как-то очень официально сел. В общем, этот человек перед вами обычно занимается всеми материальными вопросами в наших путешествиях. Поэтому я спокойно и никогда не заборачиваю. Сейчас будет несколько полезных советов о Турции. Ну, во-первых, сейчас, конечно, сложно, что наши карты нигде не работают. Выход такой, либо с собой брать наличные, и уже имя здесь расплачиваться. Про наличные я имею в виду, это валюта какая-то. Доллары, евро. Потому что рубли, они вообще нигде не котируются. Если вы захотите взять с собой рубли и опенять в Турции, про Турцию мы говорим, то курс тут будет капец какой. Вы в два раза деньги потеряете сразу. Короче, невыгодно. Вообще невыгодно. И это там не 3-4%, это 100%. Разница большая. То есть заранее надо перевести рубли дома в доллар или в евро и сюда приехать с ними, да? Ну, это тоже очень сложно сейчас. Особо-то в России нельзя купить доллары, евро и снять. Классно, что делать? Там можно снять только тем, у кого доллары были на счетах до известных событий. Поэтому, что делать, если у вас нет долларов, которые нужно взять в путешествие, а вы хотите тут нормально все оплачивать? Нужно приехать. И первым делом я рекомендую пойти в банк и оформить местную турецкую карту. И расскажу, для чего это нужно. Во-первых, в этой картой сможете привычно оплачивать, как обычно, дома. Ходите оплачивать. Второе. Вы с этой картой потом сможете в любую страну мира поехать и тоже оплачивать. Либо снять деньги, например. Потом такие маленькие моменты, как вот у вас есть, наверное, какие-то привычные подписки, которые вы раньше оплачивали, теперь не можете. Там, YouTube Premium, чтобы не было рекламы. А сейчас вот нет ни у кого рекламы, такой поментик. Ну, приложения всякие, да? Ну, все равно, например, YouTube Premium, это клево, что там можно скачивать, можно в фоновом режиме слушать и так далее. Как все-таки получить местные деньги? Самый крутой способ, который я нашел, это система денежных переводов. Я вот золотую корону использовал. Чем она удобна? Что я могу прям вот в приложении золотой короны взять рубли, обменять, скажем, на доллар или на лиры, и здесь их в офисе снять. И там всего я процента 3 теряю от курса. Но еще удобнее, если вот у вас есть карта, которая сказала, вы можете прям, не выходя из дома, на эту карту зачислить эти деньги. Сами себе делали перевод, и дальше прям внутри приложения зачислили на карту, на турецкую в данном случае. И все, пошли этой картой, оплачиваете. Не тратите деньги и проценты в обменных пунктах, и не тратите время, ожидая очередях, пока вас примут. Потому что реально очереди вот у нас, тут огромные везде очереди. Я вот нашел способ без очередей все это делать. А какой банк здесь только работает? У нас вот Денис, да? Денис? Я не буду рекомендации давать, в какой банк идти, просто почитайте статьи перед приездом. А, они здесь все не очень, что ли? Да, почему не очень? Вот у нас Денис банк. Да. Потому что он так же, как я, Дениска, я и пошел туда. Ну и конечно, это одна. Есть все другие банки. Надо просто читать, вот правила постоянно меняются. Читайте, какой банк сейчас россиянам выдает карты, туда и идите. И последний, третий, самый главный совет, когда что-то покупаете, всегда спрашивайте. Запомните одну фразу. Do you have discount? Вот сегодня я маме турку покупал, и стоило 150 лир, а мне за 100 отдали. Что, реально? Да. И это вообще, это страна, где все торгуют, даже в обычных магазинах. Мне даже в России, в каждом третьем месте, вот просто в Екатеринбурге, дают скидку за этот вопрос. Либо просят какой-нибудь подписаться на какой-нибудь Инстаграм-аккаунт, либо еще чего-то. Везде есть акции. Вот у нас в Пара Кофе вообще там антихакции. Смотри, у меня какая нативная такая реклама. Кто из Екатеринбурга, эти Пара Кофе, 2-суточно. Мы сейчас доставку, кстати, тестим. Тут даже в магазинах нет ценников, потому что турок зайдет, ему продадут за 2 лиры, а вам продадут за 7. Я не очень люблю вот так вымаливать, что-то просить. Хорошо, что ты любишь. Спасибо большое. Спасибо, Кирляр. Спасибо, Кирляр. По-турецки спасибо. У нас сегодня чек-аут. Из этой квартиры мы переселяемся, переезжаем в новую. Побольше, посветлее. Кто пришел? Наши чемоданчики. Это то, чем мы уже обзавелись здесь, что не входят в чемоданчики. Тут, кстати, я в инитаз много места занимаюсь. Теперь я твои пальчики ускопаю. Давай. Нас сейчас 4 часа, нужно где-то существовать перед тем, как заселиться в следующую квартиру. Мы пришли в торговый центр, потому что как минимум здесь можно... А, ты сразу задела мой пальчик. Кто проиграл? Кто проиграл? Я, я, я. Надо аккуратненько, с разных боков. И здесь очень много приколюх для детей. Мы с Денисом чередуемся. То он сидит там, работает я. Хожу с Евой. То я. Здрасте. Сегодня в целом облачно, поэтому не так здесь светло. Рум-тур начинается с спальни. Мы все встаем. Да. Здесь такой шкаф прикольный, вместительный. Отсюда есть выход на балкон. Сейчас здесь сушится бележка. Здесь можно сидеть, попивать кофеек. Улочка. Это основная такая комната. Гостиная. И кухня. Впервые видим такой маленький обеденный стол. Чисто на двоих. Но зато можно здесь обедать. И сидеть вот так вот, как это в китайских традициях или где в японских, на полу на подушках. Кусочек зелени. Кусочек зелени. Кусочек зелени. Кусочек зелени. Кусочек зелени. А тут везде кусочки зелени, видишь? Это коридор. Сейчас будет самый маленький в нашей жизни туалет. Это как-то я на фотографиях не учла моментик. Типа тушь здесь начинается и заканчивается. Представляю, что это здесь будет все в воде. Здесь нужно будет ходить в шлепках. На такой моментик, конечно. Ну ладно. Нам здесь не год жить и даже не полгода. И еще одна комнатушка. Здесь уже укладывали сейчас спать. Ева с Денисом неудачно. Вот эти странные рога, конечно. Мама, я не птица. А потом ты птица. Мама, это и птица. А, павлин. Как павлин? Ты показываешь свой унитаз. Зеркальце. Каска. Надо куда-нибудь место найти, где ты будешь все игрушки хранить. И книжки. И стесла унеси. Ну, вижу по одной. Одну унеси, потом еще одну. Что? Блин, ну быстрее. Что? Ева, я снимаю. Да, папу я хочу снимать. Лешка, у тебя вину. Что скажешь? Все прекрасно. Тинь-тинь-тинь. День большой подходит к концу. Кева с Денисом ушли погулять немножечко. Она сегодня пропустила дневной сон. Но это, конечно, чисто из-за нас. Потому что у нас вот такой вот был переезд. Не люблю, конечно, когда такое происходит. Такое происходит очень редко. Потом Ева такая вся капризная к вечеру. Эмоциональная, перевозбужденная. В общем, у меня есть время прогнать мою практику, которую я завтра снимаю. С самого утра я еду в другой район Анталии. В большой такой зеленый парк. Буду, на самом деле, там впервые и сразу, думаю, найду локацию. Потому что, судя по фотографиям, там прям очень много красивых таких зон. И с утра, будни, никого не будет. Сейчас я ее прогоню, пока их нету. Доброе раннее утро. Мне вот интересно. Я сама запуталась. Я делилась вообще во влоге? А что происходит? В том плане, что почему я так много практик снимаю? Что я постоянно расписываю? Что у меня сейчас за проект или нет? Потому что точно делилась в Инстаграм, в Телеграме. Такое ощущение, что когда я начала снимать влог, как будто это само, самой разумеющийся. Но это не так. Пока что я иду мимо какого-то болота. У меня специально total white look because of зелень на фоне, чтобы я не сливалась. Я учусь на ошибках прошлого, когда я снимала в Сочи свою практику для YouTube. Я сняла в зеленом костюме практику на зеленом фоне. Молодчинка, почему нет? Ну что, как вам локация? Сейчас я где-нибудь выберу место, куда можно будет встать с ковриком. Мне они показались такими милыми, такими уютными. Вот, мне кажется, здесь неплохо будет встать. Ну, красавчики же. Стоило ради них ехать? Я думаю, стоило. Прошел час с небольшим. Я отсняла все. Меня удивляет, что несмотря на то, что вообще-то я отвела две практики подряд. Какой-то эмоциональный все равно взвод за счет того, что ты снимаешь прямо сейчас. Это все идет подзад. То есть, что не просто для себя занимаешься. Ну, я вообще не устала. У меня энергии как будто прибавилось в четыре раза больше. Я не знаю, что это за гормоны во мне бушуют. Потому что с момента, как я начала обдумывать этот проект и его реализовать потихонечку, это прям такой неисчерпаемый ресурс. И я очень рада, что он сейчас есть, потому что время непростое. И мне кажется, я немножко ухожу от реальности просто вот в работу, туда. Максимально в творчество, в идеи. У меня на брови что-то. А, нет, волос мой. Моя родная везде всегда со мной. В общем, о том, что это вообще. Мне хотелось, очень хотелось. Еще с момента, как я сама интересовалась йогой. Не то, что когда я уже йога-тичером стала, а просто хотя бы когда я сама занималась йогой. Мне хотелось делиться с аудиторией своими практиками. Хотелось заниматься вместе. Мне это нравилось, у меня это хорошо получалось. От вас был неимоверный запрос. Ну, то есть, как бы, что еще надо? Но я понимала, что мне хочется охватить эту тему намного шире, намного больше, чем просто ролик на YouTube. И не хочется превращать YouTube в чисто йога-направленный канал. Но в то же время очень хотелось, чтобы йога коснулась каждого, кто этого бы хотел. Потому что мне некоторые пишут из маленьких городов, даже из поселков. У кого нет вообще классов йоги в их местности, где они живут. И они хотели бы дистанционно заниматься со мной. Конечно, каждого я не смогу охватить, чтобы с каждым заниматься. И единственным способом объединить всех этих людей, все мои знания, все, что я хочу дать, стал собственный курс. Сразу скажу, к курсам я в целом относилась раньше очень скептически. Вы, наверное, меня поймете, потому что в какой-то момент в Инстаграме, мне кажется, уже просто каждый человек, в чем ли он не был там экспертом, он делал курс. И при том, не важно, насколько он качественный. Иногда было. Я не говорю, что так со всеми курсами. И так как я относилась скептически к этой теме, я очень долго даже туда не заглядывала. Просто, знаете, это как для меня был закрытый такой доступ. Я даже не думала. Пока мне кое-кто не написал. Маша, если ты смотришь это видео, тебе привет передаю. Слушайте, мне много кто писал. Скажу так. Каждый день пишут. Люба не даст соврать помощница моя по почте. Каждый день пишут какие-то продюсеры с офигенными результатами, которые предлагали мне. Я не шучу сейчас. Запустить курс про счастливые отношения с Денисом. Ведь мы так хорошо вместе смотримся, гармонично живем. Никогда не ссоримся, наверное. Ну, то есть, просто... А Маша мне написала конкретно по моей теме экспертности еще тогда, когда я училась на йога-тичера, о том, есть ли у меня вообще планы. Короче говоря, заинтересовало меня. И сейчас мы творим кое-что невероятное. Лично для меня это точно невероятное, потому что это впервые, потому что мне безумно нравится, и я горю этим. А это для меня самый главный показатель, чтобы я делала ни в коем случае не из-под палки, а именно из вдохновения, из желания. И тут все сошлось. Короче, я приехала домой такая. Думаю, сейчас будем вместе завтракать. По мне все соскучились. Они спят. Потому что ночь была очень сложная. Я сама спала. Мне кажется, общей сложностью 2,5 часа поспала максимум. Но, видимо, я на каком-то адреналине держусь. Я очень хочу есть. У нас в новой квартире сейчас практически нет продуктов. Я пойду позавтракаю тогда одна. Мы живем в таком месте, где рядом дофига заведений. Вот там очень много, с хорошими оценками. Как всегда, мне помогает Google. Я просто вожу рестораны. Ну, они так называются, типа поесть. Оценки от 4,5 и по расстоянию. Все идеально. В любой локации, в любой стране, в любом городе нам помогают Google оценки. Вот пойду позавтракаю и куплю, наверное, продукты домой. Просто собачки. Завтрак мой значится. Я попросила турецкий кофе. Мне к нему принесли вот такую штуку. Похоже на аперитивчик. Левончелло. Это безалкогольная штука. Лимонный шот такой. Хотя только что я поняла, что после лимона кофе хуже всего пить. Для зубов. Для эмали. Ну да ладно. Я себе придумала авантюру. Сегодня мы с вами пойдем вместе на оформление бровей. Я вам все покажу, все расскажу. То, что с нашими русскими мастерами не сравнится никто. Мне кажется, знают все во всем мире. Но это действительно так. Маникюр, педикюр, брови, ресницы. Это все у нас просто на высшем уровне. Но, собственно, именно поэтому я записалась к русскому мастеру. А может быть, кстати, она из Украины. Я не помню этот момент. Но она спокойно меня приняла. Согласилась. Очень приятная. Вот сегодня мы будем с вами смотреть, что да как. Потому что мои брови уже жаждут. И, конечно, мой маникюр уже очень хочет обновления. Конечно, когда заводишься своими людьми в своем городе, с которыми привычны, которые знают, как тебе надо, которые не уберут лишнего. Ну, особенно за бровями. Если честно, для меня брови это прямо очень такая важная тема. Я очень далеко не с первого раза нашла своего мастера. В принципе, здесь ясна форма. Мне кажется, вы просто подчеркнуть. Ну, что ты меня закрываешь? Ну, почему? Ну, почему? Ну что, зацените мои брови. Я в невероятном восторге. Девочка-украинка сделала мне потрясающие брови. Оформление прям, как я люблю. Мне сразу же посоветовали ни в коем случае не ходить к местным мастерам. Искать либо русских, либо украинок. Сейчас у меня еще один эксперимент. Это ногти. Посмотрите, какие красавцы растут прямо просто на улице. Иду, иду, и такие огромные гранаты. Записываю вам спустя полчаса. Это было очень мило. Я схожу в салон, значит, ко времени, которое у меня назначено. 16.30 у нас было. Первым делом мне говорят, посиди. Привет, как бы, когда мы на ты успели перейти, я не поняла. Здесь, здравствуйте. Но окей. Я села. Я прождала 10 минут. Потом мне налили ванночку для ног, чтобы размочить скопы. Я просидела там еще 15 минут. Ну, то есть, понятное дело, у меня уже вода холодная. Я уже сижу 25 минут, просто жду свои сеансы. И вижу, что она наносит второй слой лака. А впереди еще топ. Мне ни слова не сказано. Типа, прошу прощения о том, что вообще мы задерживаемся. Так, топ. Я у нее спрашиваю, Юля, мы когда начнем? Она говорит, минут через 15. Это, получается, плюс 40 минут к моменту, как я пришла. И то, не факт, что эти 15 минут были бы реально 15 минутами. Я встала и ушла. Потому что, как меню, мне уже отношения не понравились. Ну, а как максимум, я понимала, что вернусь домой очень поздно. Ну, в принципе, у меня маникюр еще терпит. У меня нет никаких сильных сколов. У меня просто сильно отросли ногти. Короче, вот так. Бывает. И с русскими мастерами. А потом и я надую. Смотри, хорошо надуло. Давай еще. Давай еще. Я беременна. Давай еще. А-а-а. 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 Давай, Сверху, ты сюда забыла. Прям по-шири. У него дискотека какая-то внутри. А-а-а. Не могу. А-а-а. Прям глаз на брызгло. И последних микробов нужно вот из всех зубков забрать. Это, как всегда, изобретение Дениса. Это он. Если что, это я. Это Ева. Каждый день мы получаем по две галочки. Беру вас сегодня с собой на пляж. В том районе, где мы живем, получается, вот прям рядышком с нашим домом, нет как такового пляжа. Это вот как раз здесь обрывы, здесь водопады, здесь невероятные виды. И я в целом-то рада. То есть я не тот человек, которому надо каждый день ходить на море, именно к песку, плавать. Мне вообще достаточно раз в неделю и ок. А вот как раз-таки вот такие каменистые дорожки и виды, вот это вот для меня даже более ценно. Сегодня мы едем на пляж на Песчаный. Это Лара Бич. Но сначала идем на завтра, который, возможно, станет вообще находкой, потому что я очень соскучилась по нашим сырникам. И здесь и русская женщина сделала, основала кофейню. И там все в отзывах пишут, что сырники, как у нас в России, потому что здесь местный творог, это просто, ну, это очень на любителя. Он очень кислый, очень странный. Ой, какая классная галочка. Аккуратненькая. Все, одеваемся? На рыбалку. На рыбалку, хорошо. Мы пришли. Нам дали меню исключительно на русском. Гречневая. Душнила, Саша, сразу заметила. Тут есть сырники. Мы будем сырники, мы будем омлет. Здесь хвалят очень кофе. Если что, не удивляйтесь, цены в лирах. То есть нужно умножать все на три с половиной. Я заказала латы на миндальном. Во-первых, счастье, что здесь есть альтернативное молоко. Они везде тут есть. И он максимально по вкусу приближен к нашему кофе, нашему привычному в России. Попробуем нажать. Мы нашли мясо, мы нашли мясо. Порция сырников огромная. Четыре сырника. У нас обычно подается два. Клубничка, сметана. Тут, кстати, сметану тоже проблематично нашу по вкусу найти. Ева, у тебя такой прямо лук пляжный, знаешь. Плетеная сумка. Кто помнит сумку откуда? Это что за красотка бежит на меня? Песочек. Песочек родной. Так, какие здесь расценки? 250 лир за такую двойную штуку. Это умножить на 3,5. Мам, пойдем. Пойдем. На весь день можно брать. А вот это павильон называется, он стоит 750 лир. Но нам как бы на 3 часа он не особо актуален. Если прям на весь день приходить, то... Наверное, можно. Я тоже намокла. А ты намокла? Да. Какая красота. И вообще нет людей, представляете? Видимо, для всех уже не сезон или что. На самом деле море такое теплое всегда, когда нет контраста с температурой тела. Просто выходить чуть-чуть прохладнее. Мне кажется, папа тебе неправильно надел купальник. У тебя попа спереди. Да-да-да. Только что 3 минуты. Записывала видео. Думала, что записывала. Оказалось, ничего не запрещала. Начиналось с нуля. Мы здесь познакомились с ребятами. Юля, если смотришь этот влог, я даю тебе привет. У них очень похожая ситуация на нашу. Ну, то есть прям вообще во многом. И дочки столько же лет, сколько Еве. Они прям одинаковые по характеру. Такие две маленькие бомбочки. С ними очень весело везде вообще ходить. Это мандарин. Представляете, это мандарин. Ну, или апельсин. Но в любом случае для меня было удивление, что зеленая кожура. Как думаешь, куда мы едем? Ну, я приезжаю. А как думаешь, что за сюрприз? Не знаю. Сегодня приедет бабушка. А Лева не знает. Приехал мой золотой человек. Какая встреча вчера была просто милота. Ты рада, что бабушка приехала? С нами уже надоело тусить. Вот мы сейчас туда путь держим. Маме покажем нашу местную достопримечательность. Представляете, этот водопад искусственный. То есть вода идет из моря. А рядышком с нами есть огромный водопад. И он уже настоящий. Мы тут играем в кораблики. Тут начало этого искусственного водопада. Где-то тут наш кораблик в сторону. Ева, видишь кораблик? Смотри, ты что это мне отламываешь? Надо целый? Я целый. Турецкий бублик. Кунжутник? Нам зашло. Максимально простое, как у меня есть на тесто, да? Ну вот необычное. Я впервые вижу такой аттракцион. С нами поднялся кот. Куда? Интересно, надеются, что мы его к себе заберем? Куда? Сегодня особенный день. Потому что буквально полчаса назад я закончила свою последнюю съемку для проекта, который готовила последние 4 месяца. И посчастливилось мне снять самые красивые кадры, самые красивые практики именно здесь. Когда выйдет это видео, я буду уже в Екатеринбурге. Мы буквально через пару дней возвращаемся домой. Именно поэтому я хочу презентовать вам прямо сейчас и прямо здесь этот самый проект. Поподробнее о нем рассказать. Это 21-дневный онлайн-йога-ретрит точка опоры. Такое название выбрано неспроста, потому что в этот проект я вложила все, что помогает мне и поможет вам держать наше тело и ментальное здоровье в стабильном состоянии, без тревоги и стресса при абсолютно любых внешних обстоятельствах. Ведь если внутри спокойно, уверенно и стабильно, это и есть та самая точка опоры, благодаря которой можно пережить все, что происходит вокруг. И вложено в это все 4 месяца работы не просто так, потому что на ретрите вас ждут не просто красивые записанные в Турции практики на успокоение, гибкость, балансы, силу, выносливость, женское здоровье, но также и мои авторские медитации, и вебинар с психологом, и эфир выходного дня, где мы будем заниматься фактически лично наедине, только ты и я в прямом эфире. А также важные лекции, которые помогут тебе копнуть в тему йога-практик немного глубже. Плюс телеграм-бот с метафорическими картами. Это вообще такое личное достижение, потому что я обожаю метафорические карты, это потрясающий инструмент для самопознания, для разговора с самим собой, для связи со своим подсознанием. И для участниц ретрита была разработана специальная колода, точка опоры. И еще важный момент, я знаю, что времени у нас всегда мало, всегда его не хватает, хотелось бы получить хороший результат за минимум усилий и за короткий срок, поэтому вам понадобится не более 30 минут в день, чтобы суметь во все погрузиться, получить нужное состояние и результат. Не буду долго томить, кто давно хотел начать заниматься йогой, кто хотел меня видеть в роли своего йога-тичера, сейчас самое время успеть занять свое место. Так что продажи 21-дневного онлайн-ретрита.опоры объявляются открытыми через 3, 2, 1. Да, в общем, сейчас. Переходите в описание, там вся информация. На сайте все максимально подробно и ясно расписано, я много о чем еще вообще не рассказала, например, о йога-девишнике, который нас ждет с вами после ретрита. Офлайн, я имею в виду. И так как это мой такой первый проект, мое первое дитя в таком плане, количество мест будет очень ограничено. Я хочу действительно прожить каждый этот путь, быть на связи, быть максимально вовлеченной, поэтому успевайте успевать. На этой прекрасной ноте я заканчиваю влог из путешествия в Турцию, который абсолютно произошел спонтанно, но, как всегда, и все происходит в жизни в нужное время, в нужный момент. Я вас благодарю за просмотр, скоро увидимся и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok